МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Желание удивить сверстников привело к смерти. В Рыбновском районе ребенок открыл трансформаторную будку. В результате данных действий малолетний был травмирован техническим электротоком. Кто в теремочке живет или сколько мигрантов приходится на квадратный метр резиновых квартир? В настоящий момент возбуждено около 60 уголовных дел по так называемым резиновым квартирам. Есть жертвы. Пока в Рязани отрабатывали учебное ЧП в Подмосковье, произошло настоящее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Произошедшее недавно в Рыбновском районе ЧП с участием ребенка заставило снова вернуться к вопросу о трансформаторных будках. Этот объект, и без того несущий потенциальную опасность, летом пользуется особой популярностью. Почему-то подвыпившие и не очень воспитанные горожане устраивают вокруг мусорные кучи или место для туалета. Обратите внимание, какое количество трансформаторных будок закрыто как полагается. Замок либо скручен, либо настолько условный, что открыть его не составит труда и ребенку. Недавно школьник из Рыбновского района погиб, показывая приятелям опасный фокус. Мальчик похвалился, что способен открыть любой замок. Почему для этого был выбран именно объект под напряжением, неизвестно. По предварительным данным, ребенок, играя со своими сверстниками на улице деревни Большое Жоково, решил открыть одну из запертых дверей трансформаторной будки. В результате данных действий малолетний был травмирован техническим электротоком. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка. У каждой будки забор не поставишь, как и за каждым школьником не уследишь. Впереди лето, период, когда времени и поводов для подвигов будет достаточно. Объясните своим детям, чем могут закончиться многие из них. К другим темам. Рязанские полицейские решили в очередной раз наведаться в так называемые резиновые квартиры. Как выяснилось, проблема эта такая же бездонная, как и квадратные метры, на которых порой прописано, либо проживает удивительное количество человек. Ну не любят гости из Средней Азии жить по одному. Не успеешь оглянуться, как двор уже оккупировала многочисленная родня или такие же собратья по несчастью. Иногда даже официальный договор аренды не гарантирует владельцу четко прописанные чистоту, порядок и отсутствие проблем. А чаще, сетуя, чтобы понаехали, люди сами пускают многочисленных и, мягко говоря, не очень чистоплотных жильцов. Откуда взяться нормам санитарии, если в одном углу и спят, и едят и отдыхают? Мы проверяем различные рынки, объекты строительства, просто на улице граждан останавливаем иностранные государства и проверяем на наличие документов у них о правильном нахождении на территории Рязанской области. Помимо этого, во время рейдов совместно с миграционной службой, прокуратурой выявляются граждане, которые фиктивно проживают так называемых в резиновых квартирах. То есть они не живут там, где зарегистрированы. В настоящий момент возбуждено около 60 уголовных дел по так называемым резиновым квартирам. Уже несколько граждан привлечены к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Штраф за фиктивную регистрацию от 100 до 500 тысяч рублей. Если сильно не повезет, можно отправиться на принудительные работы, а то и уголовный срок заработать. Но крайние меры в нашей стране не в чести. К слову сказать, средняя стоимость этой маленькой услуги для мигранта сегодня от 5 до 30 тысяч рублей. В зависимости от того, какая нужна прописка, временная или постоянная. Причем здравый смысл людей не останавливает. Случай, когда временный гость путем мошенничества становился полноправным хозяином жилья, тоже не редкость. Противники еще в прошлом году, подписанного президентом документа, утверждали, что под предлогом борьбы с нелегальными мигрантами власть решила вернуть фактически советский институт прописки, тем самым ввести тотальный контроль над перемещением граждан. Вопрос может и не лишенный смысла, но давать решать проблемы по мере поступления и не создавать новых, прописывая кого попало. Только за последние пару лет внесено столько поправок в законодательство, что только ленивый или потенциальный преступник пойдет в обход буквы закона. Не всегда складывается культурный разговор у горожан и представителей порядка. На днях суд оштрафовал жительницу Михайловского района на 10 тысяч рублей за то, что та укусила полицейского. Сотрудник полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей на территории одного из предприятий района, потребовал осмотреть сумку женщины, в которой она убрала предметы, вызывающие вопросы. Сообразив, что силы не равны, дама пошла на крайние меры, укусила полицейского за предплечье, чем навлекла на себя уголовную статью – применение насилия в отношении представителя власти. Что интересно, подобные случаи входят в моду и многие, что тоже довольно странно. Ограничиваются ответом – не злите людей, не будут кусать. А может лучше не нарушать закон, чтобы потом не пришлось расплачиваться? Аварии на железной дороге – это почти всегда десятки пострадавших сразу. И сколько людей удастся спасти, зависит в том числе и от слаженности действий профессионалов. В перевернутых вагонах были люди. Место ЧП залито нефтепродуктами. Медикам и спасателям не до комментариев. К счастью, это только легенда. Согласно ей, грузовой поезд влетел в пассажирский. Комплексное полигонное учение по ликвидации последствий транспортного происшествия с привлечением сил и средств Московской железной дороги и городских спасательных служб. Эта имитация нужна для чего? Для взаимодействия со смежными службами. То есть МЧС, наша железнодорожная больница, городские власти. Слава Богу, что мы сегодня делаем имитацию, а не на самом деле поднимаем эти вагоны, которые, к сожалению, у нас иногда бывают. Подобные учения проводятся минимум раз в год. Дисциплина такая, что удивляются военные. В реальной ситуации места для проб и ошибок не будет. Этим восстановительным поездам, оборудованным домкратами, тягачами, лебедками и прочим, к трудностям не привыкать. Совершенно недавно, 8 мая, у нас был склад в грузовом поезде на перегоне Лесок-Листвянка. И вот благодаря этим восстановительным поездам мы быстро подняли, открыли движение. И специальный восстановительный поезд, поезда, которые в любой момент, в течение 40 минут, они обязаны уехать. У них норматив такой. По иронии судьбы, когда рязанские журналисты интересовались статистикой, в Подмосковном на Рафаминске сошли с рельсов 13 вагонов товарного поезда, зацепив три вагона пассажирского состава, следовавшего из Москвы в Кишинев. Пострадавших увозили вертолетами и машинами скорой помощи. В деле серийного убийцы Михаила Макарова по современным меркам почти ничего нет о его жизни до ареста. Известно, что родился он еще в городе с названием Ленинград в 1962 году. Довольно пресная биография. Михаила Макарова называли неудачником. Он работал монтером пути, жидился, но жить пришлось у родственников жены. И поскольку я все-таки зарабатывал немного, родственники жены постоянно укоряли его, называли неудачником. Отдушные для Макарова стали детективные романы и западные фильмы. Тогда, в эпоху перестройки, это было модно. Он так и заявил после ареста. Хотел испытать те же чувства и эмоции, что и преступники, убийцы и насильники. Мечты Макарова строились на чудесном избавлении от надоедливой тещи и других родственников жены. Но он понимал, что в случае гибели станет главным подозреваемым. В голове зверя созрел дикий план. Зимой 1986 года на пульт милиции поступил тревожный звонок. Звонила женщина. Соседка попросила ее оставить записку своей маленькой дочке. Ребенок не отвечал на домашний телефон. Женщина подошла к двери и обратила внимание, что Таня заперта. Она буквально вбежала в комнату и оцепенела. На полу вся в крови лежала маленькая Маша. Вещи были перевернуты. И по заявлению родителей преступник украл не только украшения и дорогие вещи, но и некоторые Машины игрушки. Этот факт натолкнул следователей на две мысли. Либо убийца, не наигравшийся подросток, либо умалишенный, которые плохо отдают отчет действиям и поступкам. Позже экспертиза сделает заключение. Девочке нанесено не менее 30 ударов острым предметом. Предположительно, заточкой. Если помните, раньше одной из популярных игрушек был калейдоскоп. Так вот именно этот предмет в том числе пропал из квартиры потерпевших. Во время очередного опроса соседей выяснился любопытный факт. Девушка из дома напротив как раз в день убийства видела двоих подозрительных мужчин. Они тащили сумки и явно очень торопились. Свидетельница довольно подробно описала внешность подозреваемых и автомобиль, на котором те уехали. Но на каждом допросе неожиданно возникали новые подробности. Сотрудники милиции решили наведаться к ней еще раз и с удивлением узнали от ее матери, что дочь как раз сейчас в отделении снова дает показания. Оказалось, девочка-подросток таким образом нашла официальную причину для родителей, чтобы в нужное время сбегать на рокерские концерты. И все ее показания – ничто иное, как фарс и выдумка. Следствие вернулось на исходную. Но тут всплыл еще один факт. Не так давно в другом отделении милиции расследовали нападение на 10-летнего мальчика. Почерк совпадал. Постучал в одну квартиру, где был ребенок, 10-летний мальчик, и попросил его открыть дверь. Ему, мол, надо написать записку соседям. Мальчик открыл, и тогда преступник отвертки нанес ему несколько ударов, тяжело ранил его, но в этом случае мальчик, к счастью, выжил. Это преступление Макаров даже не планировал. В один из дней февраля он неожиданно получил выходной. Домой ему идти не хотелось, и он бесцельно шатался по улицам. Вдруг он заметил школьника. Мальчик вошел в подъезд и достал ключ. А это означало, что, скорее всего, взрослых в квартире нет. На вопрос, кто там, убийца спокойно объяснил, что не застал дома соседей и хотел оставить им записку, но не взял с собой ни ручки, ни бумаги. Когда ребенок открыл дверь, Макаров, не раздумывая, набросился на него с отверткой. Маленький Ваня получил десятки ударов. Чтобы проверить, жив он или нет, убийца поджигал ребенка спичкой. Десятилетний школьник стойко терпел издевательства и притворился мертвым. Ваня навсегда остался калекой. Таким зверским, нечеловеческим способом Макаров решил заработать на кооперативную квартиру. И для убийства Маши он уже специально взял отгул и приготовил заточку. Убийца решил, что раз за ним не приходят, значит, можно продолжать. На месте преступления нашли след от кроссовка «Адидас». Милиция шерстила магазины, частников, юношеские кружки и дома для душевнобольных. Но Макаров успел убить еще одного ребенка. На этот раз в квартире жертвы преступник нашел мумиё и решил размазать его по стенкам и мебели. Что наводило на две мысли. Либо скрывает следы, либо следует ритуалу. Была и еще одна особенность. Маньяка интересовали редкие книги. И вот как раз у маленькой Тани он забрал редкое издание. Сказки «Тысяча и одна ночь». Это было, в общем-то, хорошее издание. Необычное издание. Книга издавалась в Таджикистане, в Душанбе. В советское время за добротной литературой стояли в очередях. Коллекционеры, да и просто ценители частенько обращались в бакинистические магазины и порой оставляли там немалые деньги. И оперативники пошли на хитрость. Они дали объявление в газете о скупке раритетных изданий. Но тут в события вмешались слухи. Пожилая женщина стояла в очереди за мясом и там услышала, что убили девочку из соседнего подъезда. Она сразу вспомнила, что незадолго до убийства к ней в квартиру заходил подозрительный молодой человек. Дверь открыл ее десятилетний сын. Мужчина собирался уже войти, но тут из кухни вышла мама. От неожиданности мужчина попросил позвонить, набрал несколько случайных, как показалась свидетельница, цифр и быстро ушел. Только тогда удалось составить первый фоторобот подозреваемого. Его тут же разослали по всем отделениям. Но убийца сам дала себе знать. Он принес в магазин украденную книгу и, более того, оставил ее на реализацию по своему паспорту. Приемщик не удержался от соблазна изучить издание и буквально на четвертой странице обнаружил пятна засохшей крови. Дальнейшее было делом техники. На допросе Макаров признался еще в одном убийстве – пенсионерке. Старушка, которая стойко пережила блокаду родного города, получила 51 удар за то, что в ее квартире не нашлось ни одной дорогой и ценной вещи. Сыщики были уверены – преступник недоговаривает, но и этих эпизодов хватило для высшей меры. Макаров до последнего просил заменить ему наказание на командировку в Афганистан, чтобы кровью искупить вину. Но вряд ли это было искренним раскаянием. Знаменитый немецкий философ однажды сказал – человек есть не что иное, как ряд его поступков. Изменить свою жизнь не поздно никогда. Главное – не перепутать направление. На сегодня все. До встречи через неделю.